2 октября в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета стартовала Всероссийская конференция с международным участием «Палеомагнетизм и магнетизм горных пород». Она проводится с 1979 года и собирает вокруг себя ученых и профессоров из области изучения геомагнитного поля. По словам самих экспертов, очень сложно представить современный мир без изучения земной поверхности. Казань уже четвертый раз становится площадкой для проведения международной конференции. Директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалеев рассказывал о достижениях Казанского федерального университета в изучении палеомагнетизма. Палеомагнетизм довольно молодое направление в науке. Его изучение направлено в прошлом. Конечно, по горным породам. Геофизики научились брать породы, изучать их и определять, какое же было направление поля и напряженность поля в далеком прошлом, даже миллиарды лет тому назад. Эти данные позволили построить известную с ним тектонику плит, посмотреть, как движутся континенты, двигались, куда они двигались, как двигались, что соединялось, как гандвана разрушалась. Это все очень интересно. Палеомагнетизм довольно молодое направление в науке. Его изучение началось в 1940-х годах, когда британский физик Патрик Блэкетт изобрел устройство для измерения очень небольшого количества магнитных полей, связанных с намагничными минералами. Изучение данной науки помогает с невероятной точностью построить модель движения литосферных плит. Доктор геолога минералогических наук Алексей Деденко рассказал, как может помочь палеомагнетизм в строительстве солнечных электростанций. Мы сейчас изучаем аккреционные комплексы на Дальнем Востоке. Сихотеолинская аэрогенная система в основном представлена терроринами аккреционно-коллизионного типа. Мы изучаем их палеомагнитные характеристики, восстанавливаем их движения. Другое направление исследований – это связь с полезными ископаемыми. И вот мой доклад сегодня как раз-таки будет посвящен одному из важных видов полезных ископаемых – это меди. Медь – это металл будущего. Вы, как геологи, наверняка знаете, что это и зеленая энергетика, солнечная, аккумуляторы, электромобили. Там очень много меди. Медь – очень востребованный металл. И вот мы пытаемся выработать, разработать прогнозы по обнаружению медно-порфировых месторождений. Ученые отмечают, что у палеомагнетизма широкая область применения. Знание в области магнетизма Земли применяется для определения возможного возраста горных пород и реконструкции истории изменения поверхности земной коры. Также профессора акцентируют внимание, что изучение науки поможет точно узнать о происхождении землетрясений, извержении вулканов и помочь в нахождении залежей полезных ископаемых. По словам заведующего лаборатории древнего геомагнитного поля Валерия Щербакова, для дальнейшего изучения требуется привлечение молодых специалистов. Наиболее существенное это достижение на самом деле в области магнетизма горных пород, которые являются основанием палеомагнетизма. Здесь мы сделали ряд работ, которые сейчас вошли фактически в необходимый протокол исследования палеомагнетологов всего мира. Мною предложена идея о возникновении инверсии как такого случайного процесса с памятью, который очень ложится на экспериментальные данные. Международная конференция палеомагнетизма и магнетизма горных пород пройдет со 2 по 7 октября. Участники представят множество докладов, напрямую связанных с поляомагнетизмом и магнетизмом Земли, объединяются опытом с коллегами и наметят цели на будущий год. Николай Асуховский, Александр Кузнецов, Универньюс.